Пандемия COVID-19 негативно повлияла на пермский рынок коммерческой недвижимости и без того переживающие не лучшие времена. В аналитическом центре КДК Отсалтинг сообщили, что в прошлом году сильнее всего подорожала первичная торговля и офисная недвижимость Перми. На фоне ограничений прошлого года самым устойчивым сегментом на рынке оказалась клаская недвижимость. Эксперты говорят, что интерес к аренде и покупке складов для бизнеса вырос на 30%. Началось ли постепенное восстановление рынка коммерческой недвижимости и строят ли арендаторы планы по развитию, узнаем у Регины Довлетшиной, эксперта по коммерческой недвижимости. Регина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что уделили время. Прежде в подводке я уже собственно обозначила, что рынок коммерческой недвижимости в Перми ранее не демонстрировал положительных изменений. Так ли это? Согласны ли вы с данным утверждением? Да, все верно. С 2019 года рынок продажи торговой недвижимости демонстрирует отрицательный прирост цены предложения. В 2019 году цена снизилась на 2%. Подождите, я забыла, насколько у нас снизилась. Надо посмотреть по мониторингу. В 2020 год она снизилась на 2% тоже. То есть на 5%. То есть до 2019 она снизилась на 2%, за 2020 на 5%. То есть уже на протяжении двух последних лет негативные тенденции очень явно продлеживаются. А в связи с чем? В связи с чем негативная тенденция. То есть недостаточно современных офисных помещений. Может быть они уже устарели по своим внешним видам. Ну смотрите, рынок коммерческой недвижимости это все-таки сегменты рынка и продажи, и аренда, и разные типы. Это офисы, торговля и складская недвижимость, производственная. И все сегменты они ведут себя по-разному в разные периоды времени. Торговая недвижимость, она более чувствительная к конъюнктуре, экономической конъюнктуре. Поэтому она активно влияет на все, реагирует на все изменения на рынке. То есть торговая недвижимость продажи, она демонстрирует негативные тенденции. То есть она снижается на 2 и на 5% за последние два года. Рынок аренды торговой недвижимости прирос за последний год на 2%. Но если принять во внимание индекс инфляции на уровне 4%, то это также негативная тенденция. Рынок офисной недвижимости за прошлый год прирос на 5%. Но нужно понимать, что рынок офисной недвижимости это более сбалансированный сегмент, и он не перегрет так, как перегрет рынок торговой недвижимости. Что же касается складской недвижимости, то данный сегмент он микроскопический. В нашем городе объем предложения на рынке продажи не превышает 60 объектов. На сегменте аренды это порядка 100-120 объектов в месяц. Говорить о том, что какие-то явные положительные тенденции в этом сегменте наблюдаются в последние два года, нет. Можно сказать, что бизнес несколько оживился, именно производственный. Но на рынок, на цены продажи, на предложение сильно не повлияло, конечно. А вот у нас концентрация коммерческой недвижимости, как я понимаю, только в центре или сосредоточена по всему городу? То есть где преимущественно востребованы по аренде и по продаже? Это тоже два разных вопроса. Рынок офисной недвижимости, ядро предложений сосредоточено в центре города. Здесь приходится порядка 50% всего предложения. И по мере отдаления от центра объем предложения снижается. Тоже касается и спроса. То есть более востребованы все-таки объекты. Это центр и прилегающие к центру районы. Что касается торговой недвижимости, то предложение оно и в центре, то есть это порядка 30%, и в отдаленных районах это тоже порядка 30%. То есть торговая недвижимость, она равномерно рассредоточена по городу. Что касается спроса, здесь тоже несколько разделяются параметры требованности. Центр города, он тоже перегревается по стоимости, и поэтому он чувствителен. Как только цены начинают расти, спрос, он может несколько тормозиться, но потом все равно объекты начинают уходить. Потому что если цена аренды на торговлю растет, значит это положительная ситуация. Но отдаленные районы, чем это примечательно, они в периоды спада и подъемов, они все равно сохраняют высокую арендную ставку. Это обусловлено тем, что объем предложений не столь широк в отдаленных районах, но востребованность на торговлю отдается на высоком уровне. Поэтому аренда в отдаленных районах на торговые помещения, она более устойчива. А вообще по поводу востребованности объектов. То есть эксперты говорят, что у нас в основном устаревшие объекты советских времен. Согласны ли вы? И как здесь обстоят дела? Здесь тоже ситуация разная в зависимости от сегментов. Рынок производственного складского помещения однозначно он устаревший и строится очень мало. И если строится, это строится под конкретные нужды конкретных предприятий. То есть такие объекты даже не входят в свободное предложение. Рынок торговой недвижимости, он более-менее обновлен. Это обновление началось где-то с 2003 года. То есть мы наблюдали с вами активное строительство торговых центров, которые возникали в центральных и районах, и в районах средней удаленности. Бизнес-центры, ситуация хуже. Действительно, здесь более устаревший фонд, перепрофилированные какие-то жилые помещения, возможно, есть на рынке. Связано это с тем, что все-таки доходность и окупаемость торговой недвижимости, она интереснее, поэтому инвестиции шли в данный сегмент и тормозились, конечно же, по офисной недвижимости. А что касается динамики цент, можно тоже тут в каждом сегменте, как она изменилась с прошлого года, и сейчас наблюдается ли тоже здесь интересное изменение на рынке? Интересных нет, потому что когда рынок стагнации, стабилизации, наблюдать за ним не очень, наверное, интересно. Я прокомментирую за 2019 и 2020 года, потому что 2019 это вне пандемийный период, он естественным образом развивался, и 2020 год это все-таки пандемийный период. Так вот, торговая недвижимость, она начала приседать уже с 2019 года, это 2%, за 2020 год она просела на 5%, извините. Несколько иная ситуация сложилась по рынке аренды. Аренда за прошлый год по торговой недвижимости подросла на 2%. Аналогичный рост показали и арендные ставки на офисную недвижимость, то есть плюс 2%. По офисной недвижимости цены, наоборот, они дали положительный прирост плюс 5%. А что касается вообще главных событий на рынке коммерческой недвижимости, какие вы бы выделили, может быть, крупные продажи или приобретения именно Перми? Да, может быть, прошлый год или уже в начале этого могли бы озвучить? Каких-то явных изменений, наверное, не скажу, потому что есть крупные объекты, которые выходят на продажу, они имеют очень длительные сроки экспозиции. Также за время экспозиции наблюдается коррекция цен в сторону снижения, но говорить о том, что какой-то передел рынка или что-то. Явные изменения были интересны наблюдать в 2020 году, когда рынок реально пандемия встряхнула. В первом и втором рынок предложения вырос в 2,5 раза по всем сегментам и к концу года только вернулся к допандемийным значениям. А сейчас он переходит в стадию стабилизации с последующей стагнацией. Поэтому рынок ждет позитива, потому что бизнес всегда надеется на лучшее. И все положительные конъюнктурные явления, которые могут проскакивать на рынке, арендные ставки и рынок продажи это очень сильно чувствуют. Но предпосылок устойчивых и долгосрочных на положительные изменения, конечно же, отсутствует. А вот восстановление рынка, это год-два? Какие здесь прогнозы самые оптимистичные вы ставите? Я не хочу никого пугать, но в ближайшие 3 года это реально будет такая трансформация рынка. И говорить, каких будут периодически, возможно, коррекции вверх, но все-таки будут явные тенденции к снижению по всем сегментам. А планы арендаторов по развитию строят ли они? И вообще стоит ли им строить планы? Арендаторы, это бизнес, он всегда оптимистичен. То есть как только что-то есть положительное, они сразу же реализуют. Поэтому арендаторы и предприниматели, они всегда надеются на лучшее. И, конечно же, они будут вкладывать в бизнес деньги в любые периоды времени. Поэтому данный период это не исключение. Конечно же, пересматриваются объекты, именно профили бизнесов. То есть смещение идет все-таки с торговли на какие-то другие направления. Но тенденция только сейчас закладывается. Однозначно говорить, что и как будет, пока рано. Большое спасибо за интересную беседу. Я напомню, с нами на связи была Регина Давлетшина, эксперт по коммерческой недвижимости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова